Господа, всем доброго времени. Я снова в поле, а это значит время интересных историй. Я часто слышу, что в стране некому работать. Одни блогеры, музыканты, обзорщики и прочее. Астронота поднимать и некому. Но я с этим не согласен. И из личного опыта хотел бы поделиться с вами, что возможен симбиоз работы и видеоблогерство. Как раз у меня был проект по созданию радиатора сложной формы. И я именно в этот момент погрузился во фрезерование. Надо отметить, что это был первый мой проект на ЧПУ-станке. Именно ради этого мне пришлось окунуться в мир фрезерования и ЧПУ-технологий. Поехали, посмотрим. Задача была поставлена следующая. Изготовить радиатор из алюминия. 3D-модель вы видите перед собой. Саму 3D-модель я изготовил, уже собрал, нарисовал, после того, как изготовил сам радиатор в железе. Только лишь для того, чтобы вам можно было продемонстрировать его внешне, его визуально. Как вы можете видеть, его геометрические размеры 91 мм на 40 на 40 его подошва приблизительно. Вот эта вот плоскость, это и есть подошва радиатора. И его ребра. Дальнейшее его охлаждение будет происходить следующим образом. Сверху будет установлен кулер, который будет гнать поток воздушный сквозь ребра. И тем самым охлаждать горячий элемент, который находится на подошве. Итак, что же я сделал? Первым делом я отторцевал вот саму эту подошву. Но мы видим фрезер портального типа, который предназначен для фрезеровки алюминия, но и мягких металлов. Рубашка здесь не установлена. Смазывающая жидкость разбрызгивается во все стороны. Для того, чтобы этого не было, я вот установил акриловые пластиночки с разных боков. Следующим шагом после торцевания подошвы было выфрезеровывание вот этой вот канавки. Радиусом 17 мм и шириной 1 мм. Самое сложное оказалось то, что глубина ее 8 мм. Это очень сложно, потому что такую канавку можно выфрезеровать только концевой фрезой, которая будет ходить следующим образом и заглубляться на 0,3 мм. Это максимум. Соответственно, было сделано достаточно большое количество проходов, пока это выфрезеровалось все. Смотрим. Ну и здесь мы уже можем видеть установленную рубашку, чтобы не разбрызгивались по все стороны стенки и не пачкалась камера. И производится выфрезерование этого радиального канала. Ну и посмотрим. Это NC Studio. G-code был написан вручную в блокноте и импортирован уже в NC Studio. При более глубоком фрезеровании происходит отгибание фрезы и непосредственно для этого я установил такую маленькую подачу в материале. При выходе из материала фреза имеет большую скорость подачи. Следующим шагом по созданию радиатора было создание непосредственно лепестков, через которые будет проходить воздух. Но давайте остановимся поподробнее. Хотелось бы показать вам сечение данного радиатора и обратить внимание на тот факт, что подошва в сечении имеет пирамидальную структуру. Такая конструкция изготовлена для того, чтобы воздух лучше циркулировал именно в самой нагреваемой точке от подошвы. То есть, чтобы он выходил, а не за счет турбулентных потоков здесь не скапливалось и не создавалось завихрение. Такие пирамидальные структуры находятся практически во всех основаниях подошвы, кроме той части, где есть этот вырез радиального паза. То же самое и в другой плоскости. Посмотрим. Вот здесь мы наблюдаем также пирамидальную структуру у подошвы радиатора. Вот здесь тоже мы ее наблюдаем. Но хотелось бы отметить еще такой один факт, что при установке вот такой плоскости зацепная толщина подошвы, за которую можно зацепить упоры, составляет всего-навсего 11 мм. И это отдельная проблема, с которой мне пришлось столкнуться. Также, так как у меня фреза имеет длину рабочей части всего 19 мм, а глубина прорези должна составлять порядка 40 мм, мне пришлось фрезеровать данные пазы с четырех различных сторон, поочередно устанавливая заготовку на каждой из сторон. То есть сначала на первую, потом на вторую, затем на третью, то есть переворачивая заготовку вокруг своей оси. Ну что, посмотрим, как это изготавливалось. Поехали. Тут многие говорят, что дебстеп это память поколений о работе с завода. Ну и я думаю, что на фон можно поставить немножечко дебстепа, хотя его терпеть ненавижу. Здесь мы можем видеть начало фрезерования лепестков, но при более глубоком погружении необходимо учесть отгибание фрезы и возможность того, что ее закусит и обломит. Поэтому необходимо уменьшить скорость подачи фрезы внутри материала при фрезеровании, ну а при просто перемещении ее можно сделать чуть побольше. Опасный момент такой. Каждый раз опасался, что фреза закусится и обломится. И да, 2 часа 40 минут. Вот это время, которое затрачивается на прорезание лепестков с одной из четырех сторон. После окончания обработки одной стороны мне приходилось вручную переворачивать заготовку на следующую из четырех сторон. Для соблюдения правильной установки детали вы можете видеть под водой специальные упоры, которые выполняют роль базовых плоскостей. Это обеспечивало повторяемость закрепления обрабатываемой детали. Знающие люди мне скажут, что я неверно установил упоры. Да, я знаю, но зажимать можно только за подошву радиатора, за лепестки крепить крайне сложно. Зачем нужна ванна с водой? Это не только вода. Это смазывающая охлаждающая жидкость. СОЖ сокращенно. Вода с добавлением какой-то химии. Она нужна, чтобы отводить тепло от режущего инструмента и охлаждать сами обрабатываемые детали. Также СОЖ уносит стружку из зоны реза. Это отдельная проблема в очищении опилок алюминий между поверхностями стола и заготовки, так как с жидкостью затекают обычно и опилки. А каждый раз сливать жидкость это нецелесообразно. Здесь также используется разная скорость подачи фрезы. В материале, вне материала и при прорезании. Но вот в данной позиции закреплений я постарался улучшить конструкцию крепежа. И слева можно видеть упоры, установленные под углом. Это неправильно по технологии, но данный способ обеспечивает приложение силы сразу по трем направлениям. X, Y, Z, а не только в вертикальной плоскости. Справа же в вертикальной именно плоскости жестко закреплена только подошва радиатора, за те самые 11 мм. И вот эта вся конструкция из барашков и рычагов предназначена для того, чтобы деталь не выдавила самими упорами и она не вылетела. Станок работает автономно и сам переходит на новый цикл фрезерования поререзий. За каждый проход станок снимал тонкий слой материала равный 0,25 мм. Глубина обработки с каждой стороны 20 мм. И если посчитать, то станок совершил по 80 проходов с каждой из четырех сторон. А теперь рассмотрим систему СОЖ. На основной стол устанавливается ванна, в которой также имеются Т-образные прорези. Дальше СОЖ самотеком поступает под стол, фильтруется губкой и дальше прокачивается обычной аквариумной помпой по шлангу в медную трубку. И уже медная трубка подводит жидкость в область обработки металла. А чтобы не летели брызги, я поставил вот такую шторку вырезную из баклажки. На экране мы видим интерфейс управляющей программы и трек самой фрезы. А еще у станка умопомрачительное звучание. Вы можете оценить его сами. Здесь же мы можем видеть прорезание тонкой переборки между резом с одной стороны и резом с другой стороны. Таким образом я добился сквозных прорезей в заготовке. Любопытная остановка шпинделя происходит как остановка турбины самолета. Ну и после того, как программно остановлен шпиндель, мне вручную с клавиатуры приходится поднимать и выводить из рабочей области. Былая история, я недостаточно высоко поднял шпиндель и обломил фрезу об болт. Было печально. Ну и здесь можно видеть прижимные пластины, сквозное отверстие, которое прорезал таки. И те самые 11 мм на захват подошвы, которые у меня вызывают большие трудности при установке и фиксации. У меня водяная рубашка стала плохо работать, поэтому мне пришлось заменить всю жидкость в системе охлаждения шпинделя. И для того, чтобы вот так вот не сжимались пластины, мне пришлось вставить кусочки акрила 3 мм между пластинами и прижать. Только в таком случае это возможно было зафиксировать. Ну вот мы можем видеть эти акриловые кусочки, которые вставлены между пластинами. Вот так выглядит радиатор после завершения всех работ. Я его немного обработал шкуркой, чтобы сбить заусенцы и сгладить острые края реза. Как можно видеть, все прорези получились сквозными, все грани и плоскости взаимно перпендикулярны. Вырезы, сделанные с разных сторон навстречу друг другу, полностью совпали и нет шва или смещения в центре. Подошву радиатора я торцевал глубже с одной стороны, чем с другой, для того, чтобы шов не был под охлаждаемым элементом. Хотя это решается обычной шлифовкой подошвы радиатора. Круглые проточки по бокам радиатора – это посадочные места под винты. И они имеют угол наклона плоскости 30 градусов к боковой поверхности. Это отдельная большая задача, как закрепить деталь под углом 30 градусов. Ну и внутри, между лепестков радиатора, можно видеть пирамидальную форму. Много позже я построил 3D-модель всей системы в SolidWorks в программном пакете Flow Simulation. И на анимации вы можете видеть, как распространяются потоки воздуха вокруг радиатора. Ну, такой вот проект. Может быть, ты со своими друзьями на уроках труда напильником, или твой сосед дядя Паша на заводе сможет сделать лучше. Но это был мой все-таки первый проект работы с фрезерным станком. И, на мой взгляд, достаточно неплохой. Ну, что ты думаешь? Пиши в комментариях, почитаем, посмотрим. Отдельная благодарность хочу выразить парням, которые ко мне обращаются с подобными заказами. И вы также можете обращаться, посмотрим, что-нибудь вырежем вам, напечатаем. Почему? Ну, потому что мне приятно, когда ко мне обращаются с чем-нибудь таким вот эдаким, что заставляет меня подумать и именно творить. Потому что кастомные произведения у нас в стране находятся на уровне болгарки до сварки. Взял, отпилил да приварил. И это очень печально. А именно вот что-нибудь создать, сотворить своими руками или же при помощи своих мозгов написать код, и чтобы фрезер это все воплотил тебе, это, на мой взгляд, круто. Еще хотелось бы отметить, вот суть этого видео заключается в том, что именно при помощи YouTube я опознал 3D-печать и фрезерование. Потому что я смотрел таких же блогеров, такие же видеообзоры, как вот мы с вами, в принципе, да, смотрел, анализировал, пробовал, ошибался. И вот публикую в конечном счете свое виденье этого всего. И на мой взгляд, это очень круто. Так что не только видеоблогеры, это не только зло, это еще и полезное иногда, прекрасное, и даже вот получить можно удовольствие от этого всего. Не только какой-то хайп. Хайп это приходит и уходит. А вот знания, они остаются у тебя. Вот у тебя, да, ты посмотрел, и ты знаешь то, что можно что-нибудь применить. Так что, да пребудьте с тобой силы Лоренса. Пока.